Девушки отдыхают Я не покинута Разве Джеффри не вернулся в Англию? Мэйсон, я не хочу говорить о Джеффри Это что-то новенькое К твоему сведению я пришла повидать Джулию Я не прячу ее в шкафу Я хотела поговорить насчет Брика Мама так измучилась Я надеялась получить хоть какие-нибудь утешительные сведения Да, я знаю, что Джулия озабочена тем же самым Мэйсон, я не меньше других расстроена фактом нападения на Викторию Но ведь нет доказательств, что это сделал Брик Тебе показать, где кабинет Джулии? Иногда она уделяет время работе на фирму Не стоит себя утруждать Очевидно, сегодня ее не будет Почему? Она заболела? Не знаю Может, ей нужно быть в суде? По-моему, ты недолюбливаешь ее Мне так кажется Нет, она мне нравится Килле Очень Но в последнее время Мои общественные контакты с миссу Энрайт Ограничены лишь обязанностями, которые она исполняет в этой конторе Ах, какие мы обидчивые Ну ладно, беру свои слова обратно Ты что-то уранил Оставь Это письмо Когда ты его получил, Мэйсон? Брось в мусорную корзину Там ему и место Если хочешь остаться в живых Не ходи на прием к доктору Николасу Дай сюда Я дважды не промахиваюсь Боже мой, это уже слишком Келли Мир полон сумасшедших К несчастью, мы живем в свободном обществе Которое не позволяет лишить их права купить марку и конверт Мэйсон, я знаю, кто пишет эти дурацкие письма Куда ты? Мэйсон, проходи Джеффри хочет кое-что сообщить тебе Кто-нибудь объяснит мне, что здесь происходит? Джеффри? Это имеет какое-нибудь отношение к письмам? Келли притащила меня сюда с целью знакомства с автором Я не Шерлок Холмс, но дело кажется мне подозрительным Неужели? Я знаю, что ты не являешься представителем партии любителей Мэйсона Кэпвелла Джеффри долгое время скрывал от тебя и от всех нас нечто очень важное Келли, ты дала мне слово Да, но еще до того, как ситуация изменилась, скажи ему Обрадуй меня, наконец Ты вынуждаешь меня саму сделать это Джеффри не случайно появился в нашей жизни Убирайтесь отсюда Мы только подошли к самому интересному Ты не имеешь права Кому-то нужно сделать первый шаг Мэйсон, позволь представить тебе твоего брата Джеффри Конрада В нашей семье не требуются новые наследники Я не являюсь членом вашей семьи Тогда Келли подвела чувство юмора Мэйсон, это точно Джеффри сын Памелла После того, как она разошлась с отцом Она вышла замуж за Майкла Конрада Они жили в Англии, в Корнуэлле Осталось завершить эту историю Описанием старинного замка И неожиданно обнаруженным наследством Только это тебя интересует Прошу прощения за свой скептицизм Но начало очень смахивает на роман Диккенса Покажи ему свое кольцо Что ты пристала? Джеффри, пожалуйста Мэйсон, они идентичны Джеффри с любовью Пепп Кам Памела Пепперидж Кэпф Конрад Конрад Более удачное совпадение подыскать трудно Даже если поставить цель Я не обязан никому доказывать свое происхождение Ты можешь мне ответить на один очень простой вопрос? Почему ты не пришел ко мне и не сказал Я Джеффри Конрад, я твой брат Или ты с детства мечтал стать шофером у моего отца? Джеффри, расскажи ему все Я твой брат, Мэйсон У меня есть свидетельство о рождении, фамильные фотографии Все, что положено Если бы я был скептиком, я бы сказал, что все это можно подделать А ведь я скептик Хорошо Наша мать носила в бумажнике твою фотографию Тебе тогда было лет 10-11 На ней ты написал Я скучаю без тебя, мамочка Почему ты уехала? Пожалуйста Возвращайся поскорее Да Она дорожила этой фотографией Никогда с ней не расставалась Только не знаю, почему Джеффри, пора сказать главное Где она? Почему она не писала или не звонила? К чему ему узнать? Он узнал обо мне Что это изменит? Я внесу изменения в список поздравлений с Рождеством Я ненавижу цинизм Неужели ты так глух? Мэйсон, я не знаю подробностей Джеффри не сообщил их мне, но Памела Она умерла несколько месяцев назад Умерла? Да Наша мать умерла, Мэйсон Но ты и свыкся с этой мыслью Для тебя она умерла давно Тебе давно это известно? С тех пор, как я вернулась И ты мне не рассказала Я говорил тебе, что это вызовет осложнение Мэйсон, прости меня Я разрывалась между вами Мне очень хотелось рассказать тебе Но Джеффри был против Я надеюсь, что когда-нибудь вы оба простите меня Ведь вы оба так много для меня значите Пожалуйста, простите меня Ну что ж Мы с Келли были для тебя просто марионетками Подобное поведение лучше всего подтверждает, что мы братья Мне не требуется поддержка Ну конечно, ты приехал в Санта-Барбару, потому что здесь чудный климат Как она умерла? Неужели имеет значение, как это произошло? Мне хочется это знать Мама исчерпала запасы жизненной энергии Она не хотела жить Она покончила с собой Эта мысль преследовала ее долгие месяцы У нее была причина Она оставила письмо Ничего Это трудно забыть, Мэйсон Чувство вины будет преследовать тебя И это будет расплатой за то безразличие, с которым ты к ней относился Безразличие? Это она тебе сказала? Ну что ты Она любила тебя? Уж не знаю, по какой причине И я любил ее А как же ты объяснишь, что отказался от нее и даже не вспоминал о ней? Я пытался разыскать ее Я нанимал частных детективов Ни один из них не нашел ее следов Я хочу выйти отсюда Твой брат Джеффри Конрад Сын Памелы Я еще не проверил его историю Пусть сперва улягутся эмоции И ты не заметил семейного сходства? Ну почему же? Ему не составило труда лишить всю семью покоя Интересно, он мне роднее всех, а я не чувствую к нему никакой приязни Мне не нравится, что он крутится вокруг Келли Пятнадцать минут Что еще я мог ожидать? При чем тут пятнадцать минут? Вот уже пятнадцать минут, как ты узнал о смерти моей матери и не выразил мне ни слова соболезнования Я не думал, что и тут ты меня проверяешь Конечно, я весьма сожалею Я очень тронут твоим вниманием, отец Вижу, ты готов поверить всему, что он говорит Самоубийство не повод для шуток, тебе так не кажется? Мы не слышали от него ничего, кроме вранья с момента его появления Отец, я докопаюсь до истины За многие годы это единственные сведения моей матери, которые дошли до меня Не переживай Если бы знать, чего он добивается В этом я вынужден согласиться с тобой, отец Но нам придется учесть мнение еще одного человека Я думаю, Келли любит его Я не хочу, чтобы Джеффри Конрад влез в нашу семью Даже с помощью Келли Спасибо Особенно Келли Похоже, день выдался нелегкий Лучше не видеть человека годами, полагая, что все в порядке Потому что невыносимо знать, что новой встречи никогда не будет Я говорю, непонятно Замысловато У вас потери в семье, мистер Кэпвелл? Кэпвелов это не касается Знаешь, Алекс Поскорее бы этот день закончился Я ухожу Спокойной ночи Субтитры сделал DimaTorzok Малыш, я рад тебя видеть